Добрый день, уважаемые консультанты! Сегодня мы расскажем вам о том, как добиться максимальной эффективности от использования такого удобного инструмента, как IBS-ссылка. IBS – это аббревиатура от Internet Beauty Store, что в переводе означает «интернет-магазин косметики». По своей сути, это не что иное, как реферальная ссылка на интернет-магазин Ariflame, которая содержит уникальный идентификатор человека или реферера, разместившего ее. Реферальные ссылки используются рефералами для привлечения новых пользователей и клиентов на сайт с целью получения за это вознаграждения, в нашем случае баллов лояльности. Большое преимущество этой ссылки в том, что вы получаете баллы лояльности на полном автомате. Например, человек по вашей ссылке покупает продукт на сайте Ariflame, и каждый раз, когда он будет оформлять заказ, вам будут автоматически капать баллы лояльности. Итак, перейдем к практике. Но сначала хотела бы сделать небольшое предупреждение. Приготовьтесь к тому, что привлечение пользователей через реферальные ссылки – это процесс достаточно трудоемкий. Если вы однажды просто разместите ссылку на своей стене в соцсети или в своем блоге и забудете о ней, то ожидать какого-либо значимого эффекта от этого не стоит. Чтобы привлечь достаточное количество покупателей, нужно постоянно и упорно над этим работать. Однако есть и хорошая новость. Помимо платных способов привлечения, здесь есть абсолютно бесплатные, о которых мы как раз сегодня и поговорим. Какие способы бесплатного привлечения все-таки существуют? Во-первых, это собственная рассылка. Если у вас есть своя база подписчиков, то это один из лучших способов для привлечения рефералов. Но подписчикам очень важно советовать только проверенную информацию и не очень часто. Лучше чередовать рекламу с полезным и интересным контентом. Во-вторых, это сайт или свой блог. Сайт или свой блог – это очень хороший способ для привлечения рефералов. Вы можете написать свою статью или использовать любой материал раздела «Вдохновение» на сайте Арифлейм, вставить в нее свою реферальную ссылку и вывести ее на главную страницу. Таким образом, на страницу будут идти постоянные посетители с поисковиков и некоторые из них станут вашими рефералами. Третий способ – это сторонние блоги, форумы и другие тематические площадки. То есть любой ресурс, где можно участвовать в обсуждении и оставлять комментарии. Под тематическими площадками я подразумеваю любой сайт, основная тематика которого совпадает с тематикой Арифлейм. То есть это новости, обзоры, другая полезная информация на тему макияжа, средств по уходу за лицом, телом, волосами, на тему ароматов и т.д. На всех перечисленных ресурсах необходимо стать активным участником обсуждений и уже потом аккуратно рекламировать продукт. Я подчеркиваю, что это нужно делать аккуратно, из-за того, что никакому владельцу форума не понравится откровенный спам, который будет отпугивать посетителей и вас могут просто заблокировать. Если на форумах есть возможность ставить подпись, то можно использовать эту великолепную возможность и вставить туда свою реферальную ссылку и привлекать рефералов. Ну и наконец, четвертый способ – это социальные сети. Вы можете советовать продукты своим друзьям, можете создать свою собственную группу. Если вы не знаете, как создавать свои группы, не переживайте, в интернете можно найти массу информации на эту тему. Стоит только поискать. Давайте немного поподробнее остановимся на двух последних способах. Я уже говорила, что привлекать клиентов через рефералов. Итак, давайте посмотрим, как можно найти подходящие блоги и форумы. Есть два основных способа. Первый и самый очевидный – это спросить своих друзей, какими они пользуются ресурсами, когда хотят узнать подробнее о косметике, средствах ухода и ароматах. Это очевидный способ, зачастую почему-то забывают. А зря. Ведь некоторые ресурсы могут быть не очень известны широкой аудитории и не появляться на первой странице в результатах поиска. Однако иметь достаточно активных настроенных на покупки пользователей. Поэтому просто спросите. Второй и не менее очевидный способ – это, конечно же, поисковики Яндекс или Гугл, в зависимости от того, кому что нравится. Что здесь нужно сделать? Составить список ключевых запросов на интересующую вас тематику, например, советы по красоте макияжа, уроки макияжа, тушь для ресниц, средства для ухода за лицом, ну и так далее. Дальше необходимо ввести эти слова в поисковой строке Яндекс или Гугл. У вас получится список сайтов. Нужно составить из них топ-10 веб-ресурсов по каждому ключевому запросу. На что здесь важно обратить внимание? Убедитесь, что найденные сайты – это именно блоги, форумы и тематические сайты по красоте. Вносить список интернет-магазин и других компаний по очевидным причинам не нужно. В конце концов, вы должны составить себе список ресурсов, с которыми в дальнейшем вам нужно будет планомерно работать. На этих площадках вы должны постараться рекомендовать себя настоящим экспертом по красоте, чтобы люди, вдохновляясь вашим энтузиазмом и доверяя вашему опыту, переходили по реферальной ссылке и покупали рекомендуемые вами продукты. Несколько рекомендаций о том, как правильно оставлять комментарий. Важно помнить, что, во-первых, комментарий должен соответствовать тематике статьи или новости и быть максимально полезным. Бесполезные, частые и бездумные комментарии выглядят как спам, отпугивают пользователей и вызывают негатив модераторов площадки, которые имеют полное право вас заблокировать и удалить все ваши комментарии. Во-вторых, рекомендуем оставлять ссылку не на главную страницу, а на соответствующий комментарию, продукт или статью. Таким образом, пользователю не нужно будет бродить по сайту, а он сразу попадет именно туда, куда вы и хотели его провести. Обратите внимание, например, удачного комментария справа. Он однозначно соответствует теме статьи, но в то же время говорит о дополнительной информации, которая не была упомянута в статье, но указана в источнике периферальной ссылки и тем самым может заинтересовать тех людей, которым была интересна статья, которые хотят узнать еще больше информации по этой теме. Теперь я хочу рассказать вам еще об одном инструменте, который поможет вам следить за появлением новой информации в интернете на интересующую вас тематику. Все мы знаем, что каждую секунду в интернете появляются все новые и новые материалы и ресурсы, в том числе и по красоте. Как уследить за всем этим? В этом нам поможет Google Alerts. Google Alerts – это бесплатный сервис отслеживания полезной информации в сети с доставкой прямиком к вам на почту. Зачем он вам нужен? Рассмотрим пример. У вас есть продукт или статья, и вы хотите привлечь к нему покупателей по определенному запросу. В интернете найдется масса сайтов и страниц с информацией по вашей тематике, и существует множество поисковых запросов. С помощью оповещения от Google можно отслеживать появление новых подобных страниц сети. И вот зачем. Большинство публикаций по вашей тематике имеют функцию комментирования. Вставляя без ссылку в комментариях, мы можем анонсировать свой продукт там, где есть покупатели, заинтересованные в нем. И тем самым вы можете привлечь бесплатный трафик. Пользоваться сервисом очень просто. Нужно зайти по указанной здесь ссылке, ввести поисковой запрос в строку search query, выбрать из выпадающих списков остальные настройки, указать почту, на которой вы будете получать уведомления о появлении новой информации, нажать красную кнопку. Вот и все. Теперь вы будете получать письма о том, что в интернете появился новый блок, статья или новость по нужной тематике, и сможете первым оставить свой комментарий. Мы с вами рассмотрели вопросы, связанные с блогами и форумами. Теперь, к большому счету, принцип работы здесь такой же, как и с блогами и форумами. Нужно найти подходящее сообщество и стать их активным участником. Также хочу повториться, что с этими площадками тоже необходимо активно работать. Если вы просто запостите iBS ссылку на своей странице в социальной сети, то, как мы уже говорили, эффекта от этого будет крайне мало. Поэтому далее я вам расскажу, как найти сообщество по нужной тематике, как правильно комментировать и проявлять активность, что такое хэштеги, зачем они нужны и как ими пользоваться, а также как организовать репосты своих публикаций и вообще, что это такое. Давайте начнем с самого простого и посмотрим, как нужно искать тематические сообщества в различных социальных сетях. Первый пример рассмотрим на самой популярной сети в России ВКонтакте. Зайдите в раздел сообщества, задайте нужную тему и выберите регион в правом боковом меню. Вот и все. После этого вы получите список всех сообществ в этой сети на заданную тему. Составьте себе список с наиболее популярными из них. Следующая социальная сеть это Facebook. Здесь все так же просто. В строке поиска вверху задайте нужную тему. Сразу после этого вы увидите выпадающий список из всех страниц, мероприятий, мест на заданную тему. Кликните на самую нижнюю часть этого списка, голубой прямоугольничек, и вы попадете на страницу с результатами поиска. В левом боковом меню выберите страницы и группы. Готово. Теперь у вас есть список. Перейдем к следующей не менее популярной сети. Одноклассники. Здесь еще проще. Заходите в раздел группы и задавайте нужную тему в поисковой строке. Теперь выберите наиболее популярные сообщества в одной или нескольких социальных сетях и составьте из них список. Количество сообществ зависит только от того времени и сил, которые вы готовы на них потратить. Ведь с этого момента вам необходимо стать их активными участниками. Также, как и в блогах и форумах, нужно приложить немало усилий, чтобы зарекомендовать себя именно тем человеком, мнению которого будут доверять. Для этого необходимыми условиями для ваших комментариев должны быть. Первое. Это соответствие темы сообщества и самого поста. В ином случае ваш комментарий будет расцениван как посторонний, не относящийся к теме, а соответственно никому не интересный и похожий на спа. И второе. Каждый комментарий должен быть максимально полезным для той аудитории, с которой вы общаетесь. Теперь давайте перейдем к специфической фишке социальных сетей хэштегом. Что такое хэштеги? По определению википедии это слово или фраза, к которым предшествует символ решетка. Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов. Зачем нужны они? Используя хэштег, можно найти подборку постов на определенную тему. Справа можно увидеть пример подборки постов при поиске по нескольким хэштегам. Как их можно использовать? Очень просто. В каждом посте, найденном по нужному хэштегу, можно оставлять свой комментарий с реферальной ссылкой. Или каждый свой пост можно сопровождать популярным хэштегом, чтобы другие пользователи могли легче его найти. В социальных сетях важно знать о такой крайне полезной технологии привлечения максимально широкой аудитории к вашему посту, как репост. Давайте разберемся в этом подробнее. Что такое репост? Репост это повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса. То есть в данном случае социальные сети. Зачем он нужен? Чтобы вашу публикацию видели не только ваши друзья, но и друзья ваших друзей, друзья друзей ваших друзей и так далее. Чувствуете, как растет аудитория? Как же можно организовать репост? Существует много способов. Расскажу о некоторых из них. Способ первый. Если у вас много друзей, просто отправьте им всем сообщение с просьбой сделать репост. У них в контакт-листах тоже целая армия знакомых, которые увидят вашу информацию, а кто-то из них захочет ее воспользоваться. Второй способ. В социальных сетях существует множество сообществ, и все они нуждаются в пиаре. Напишите админам популярных пабликов письма с предложением обменяться рекламными постами. Вероятнее всего вам не откажут. Даже если откажут, не расстраивайтесь. Кто-то из них согласится. Даже если один из десяти согласится, для вас это уже хорошо. Третий способ. Пиарить вас могут также и сами друзья и подписчики. Объявите конкурс с подарками для победителей. Например, промокод на 5% скидку или продукт Арифлейм. Условия которого, например, таковы. Пользователи делают репост, подтверждая таким образом свое согласие на участие. В назначенный день происходит розыгрыш приза, в ходе которого случайным образом выбирается счастливчик. Один совет. Для выбора случайного победителя используйте генераток случайных чисел. Например, вот который мы привели на этом слайде. Вы можете, в принципе, использовать любой другой. Это абсолютно на ваш вкус. Также конкурсную механику вы можете придумывать сами. Это все решаете вы. Здесь мы просто привели вам пример. Теперь мы достаточно много узнали о том, что нужно делать для того, чтобы привлечь покупателей через реферальные ссылки в социальных сетях. Однако не стоит забывать о того, чего категорически нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Вот несколько основных советов на примере самых распространенных ошибок. Самая главная и серьезная ошибка – это спам. Если вы администрируете сразу несколько групп, активно пишете у себя на странице, комментируете чужие записи, делаете перепосты и ставите лайки, то будьте готовы регулярно общаться со службой поддержки сети, а порой проходить нудную процедуру разморозки страницы. Когда система видит, что вы чрезмерно с ее точки зрения активны, то порой просто замораживает вашу страницу. Вторая ошибка – это навязчивое продвижение продукта. Лучше сделайте сравнение и докажите, что ваш продукт лучше. Не оставляйте просто ссылку, дайте объяснение или анонс. Абсолютно не приветствуется спешка. Вы добавили нового пользователя и сразу стали предлагать товар. Так нельзя делать. Надо завести отношения, немного узнать человека и только потом предлагать в корректной форме свой продукт. Также простое сбрасывание ссылок, это похоже на спам. Люди покупают продукт только потому, что при покупке с ними вежливо общаются и отвечают на вопрос. Просто ссылка не дает никакой информации и вообще не привлекает людей. Также важно соответствовать целям групп. Прежде чем выложить информацию группе, посмотрите, нужна она ей или нет. Возможно интересные группы не совпадают с информацией вашего материала. Еще одна распространенная ошибка – это отсутствие живых людей. Не давайте материал просто так, давайте его конкретной аудитории и ответьте на комментарии этой аудитории. Только тогда будет ясно, что вы живой человек, а не спамер. Также неэффективно публиковать посты не вовремя. Публиковать пост надо тогда, когда в сети час пик. Помните, что чтобы вас читали, надо присутствовать на тусовке. Наибольшее количество людей пребывает в сети с утра, после обеда и после окончания рабочего дня. Также распространенная ошибка является неправильная работа с дискуссиями и комментариями. Обсуждение и комментарии – суть работы социальных сетей. Общение – это самое важно. Будьте корректны и вежливы. Вовремя отвечайте на комментарии, следите за событиями в сети. Ну и последний совет. Реагируйте на критику. Не стоит реагировать на критику, только если она не конструктивна. Ну а если вы решили ответить, то только в дипломатичном тоне. Вот и все. Желаю всем успехов и удачи в бизнесе. Спасибо за внимание.